Без десяти пять. Доброе утро. Уже идем на паркинг за машиной. Вот я с подушкой выдвигаемся в Куцеволовку на трубовую домашку. Будем фиксировать свой путь, свой отдых. В общем, еще вернусь не один раз. В общем, мы уже почти готовы выезжать. Сейчас ждем еще мою бабушку с миской пирожков, потому что пирожки... Мы всегда ездим на эту базу, Куцеволовку, уже лет двадцать. И всегда эта традиция. Бабушка должна напечь миску пирожков. Сейчас 05.18. Проехали по спящему городу быстро. Где-то светофоры работали, а где-то нет. Город пустой. Классно так ездить, когда вообще везде зеленый свет, считай. Машин мало. Планировали выезжать в 5.30. Ну, думаю, как раз сейчас и выйдем. У бабушки нет света. Она не живет на десятом этаже. Сейчас пока спустится. Будем выдвигаться. Проба с пирожков уже снимается. Раз миска, и там еще вторая миска. Это я снимаю. Остановились. Поставь сюда, пожалуйста. Остановились на чай с пирожком. Перекус у нас. Мы уже почти приехали. Но все равно нас там раньше двенадцати не ждут, поэтому перекусываем. Пирожок с капустой, чайок на заправочке местной. Там Баксик гуляет. В предвкушении своих любимых белочек. Покажу вам. Баксик патри и водичку. Нет ни аппетита, ни жажды. Подъехали к легендарному магазину рыбному. Здесь просто очень смешные цены на свежую рыбу. И очень классные и приятные цены на сухую рыбу. И, между прочим, очень вкусная. Особенно ляш с цикрой здесь просто бомбически. Тут ляши такие здоровенные. Ну, тут разные. И густера, и судак. Разное-разное бывает, смотря какой сезон. Ну, мы здесь никогда еще не проезжали мимо, чтобы не остановиться. Я в сам магазин не пошла. Сижу с Баксиком, чтобы он не нервничал. И сейчас мне снимут репортаж. Непосредственно из магазина покажут, какой там ассортимент. И я добавлю. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Вот такой лес красивый. Дикий лес. Вот так вот птички поют. Здесь уже на турбазе достроили люксы. В прошлом году мы отдыхали в этом номере. Но за них нужно драться. Очередь большая, поэтому нам достались традиционные, как это все выглядело 15-20 лет назад. Вот такие вот домики. Сковора, которые мы отдыхали в этом номере. Вот в этом номере мы отдыхали в прошлом году. Но летом он всегда занят. Самый разгар. Баксик пришел к своим любимым белочкам. Они здесь в клетке живут. Бакс, пойдем. Там же так, похоже, не строили нормально. Ну минимум два кафеджа, ну два люкса сделали. Девочки, смотри, ход за белками. Крюш, что ты, голова, приехал. Да, здесь за год, конечно, очень сильно расстроились, потому что здесь были такие же скворечники, ну треугольнички, как и тот, который я только что вам показывала, уже здесь все люксы. Ну и в прошлом году, в сентябре, мы были последний раз, крайний раз здесь, в том... Они волейбольное поле сделали. Это все еще были, ну вот такие вот домики. Два домика здесь, вот таких вот старых, и вот там, где мы и все. Да. А эти фирмы носили и сделали новое. Вот это фирмы. Зато теперь сделали волейбольную площадку. Здесь она была, но такая, с шишками. Без такого количества беленького песочка. Короче, был не пляжный волейбол, а такой, с препятствиями. И он был вот там, где сейчас стоят домики. То есть он был в соснах, но неудобно было играть. А с тем сделали целое поле волейбольное. Серёж, там осы. А зачем ты трогаешь? Вот такое волейбольное поле. Здесь бассейн. Это шипос ловить. Вот такие осоловки. Наверное, их не было раньше так много. В прошлом году было нашествие... А что это гремит? Сейчас на тревогу. Что-то бомбят, короче. Это на стыке Полтавской. Какой? Днепропетровской. И Кировоградской областях как раз Куцеволовка находится. Но я сказала... Видите, сколько наставили этих осоловок. В прошлом году было очень много мошек. Мы прям хотели даже уезжать, насколько мы психовали. А в этом году много ос. Наверное, из-за такой жары сумасшедшей, которая... Да, так вот они же машиною залетали. Вот такая. Здесь пляжный футбол. Ну, в общем, они, конечно, молодцы. Все это даже в прошлом году выглядело не так. Ну, бассейн уже был. Но не было волейбольной сетки. Не было столько новых домиков. Не было вот футбольного поля. Вот этой качели тоже не было. Они, конечно, молодцы. Ну и вот Днепр наш. Сейчас он чистит. Работает уже с утра. Уже тоже, уже очень жарко. Еще девяти, наверное, нет. Уже почти девять. Ну, ты заходим за нас, дивимся. Там на футбол. Охота продолжается. За белочками. Он может стоять здесь часами. В прошлом году он стоял два-три часа. Пакс, нельзя. Пойдем. Морду щухает. Пойдем, пойдем. Да, он в прошлом году так прыгал, что он щухивал себе морду постоянно. Мы уже позавтракали. Все. Всем позавтракали, что дома приготовили. Уже мясо жарить и садж раскрывать. Мы взяли садж. Будем делать, я думаю, и вишницу завтра утром. В общем, мы уже чилим по полной. Рыбу разрезали, пиво открыли. Сейчас иду на кладку. Сейчас покажу. Красиво так, как с картинки. Вижу, что кладку уже поменяли. Видите, на горизонте виднеется новая деревняшка или я не знаю что. Или какое-то новое покрытие. Ой, ну красиво прям очень. Нет, сделали такую металлическую. Раньше здесь была полностью деревянная кладка. Вон, аж туда. Там мы купались, когда бассейна не было. Рыбу ловили. Ну и сейчас там рыбу ловят. Там вон есть разделочный стол. Словил. И сразу можно почистить рыбу. Вот, бежит, 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 бежит. Мой кабачок. Бежит, пишет, 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 пишет. Да, 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 да. Да, да, да. И здесь поменяли кладку. В общем, обновили ее, потому что она уже была такая рыхленькая. Баксик, ты на солнышке, тебе жарко. Там пацаны уже прыгают. Давай, 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 давай. Опа! Ха! Чилим. Вот овод был. Вот, видишь? И вот он не твил. Покажи, Серега. Какую приобрели рыбу. Меньше, чтоб все платила, потоньше режь. В этом рыбном магазине. Вообще. Баксик, кальян будешь? Кальян. Пиво. Бассейн. Хорошо отдыхали. Та оттачивает свои азы в волейболе. Только что была заруба взрослые против мелких. Мы уже накупались, мы загорались, лицо обгорело. Сейчас идем жарить мясо. Мангал с видом на Днепр. Серега, приятно жарить в такой обстановке? Или не принципиально. Да, солнце садится и шмалит конкретно. Это наше мясо? Мясо, да. Такое ненавязчивое ведерко мяса. Помощники. Где-то там сидит наш рыбак с нашей компанией. Говорит, что улов не идет. Всего лишь три рыбки словил. Но, опять-таки, какие три рыбки, мы же не видели. Но там профессиональный рыбак, поэтому для него, наверное, это небольшой улов. Но я думаю, что для нас было бы в радость. Посмотрите, какие красивые облака. Здесь всегда так. Здесь всегда очень красивые облака. Их было больше днем. Сейчас уже совсем чуть-чуть осталось. Такие прям зефирки. Но Днепр, конечно, зеленый. Но его очень хорошо здесь сидят. Здесь днем стояли, вот даже, к примеру, соседняя база. Вон, это соседняя база, кладка. Видите, у них Днепр нечищенный. У них поделена территория. А вот здесь уже наша. То есть они все вот это вот заходят в воду, выгребают этими граблями специальными. То есть заботятся. Раньше здесь вообще был один камыш. Но сейчас у нас нет света. Здесь система два-два. Два часа есть, два часа нет света. Даже бывает, что четыре-два. Два часа есть, четыре нет. Поэтому пока не жалуемся. Два-два еще как-то по-божески. Вот сейчас у нас нет. Восемь часов должны будут дать. Вот так. Серёх, расскажи, какой маринад здесь? Сколько килограмм мяса? Я уже знаю. Килограмма два, наверное, три. Лука на эту пропорцию килограмм. Соль по вкусу. Соль, перец по вкусу. Нет, перец я не нашёл. Ну перец мы не нашли, но вообще его сюда нужно. А еще минералка, да? Да. Поляна квасовая сюда пошла. Да что я побачил, что взял. И минералка в какой пропорции? На глаз? Да на глаз. Только минералка или еще какая-то вода? Вот по такому рецепту сегодня. Мы в таком маринаде жарим. Работаем. Вон Дима пошёл. Походу за тары. Всех приобщаем. Хочешь покушать? Умей потрудиться. Да, Дань? Угу. Угу. А кто-то на чили. Вадик. Так, что у нас здесь готовится? Мясо уже готово, шеф? Думаю, да. Мясо. Овощи. А овощи как-то мариновали, не знаю? Знаешь? Походу нет. Ну ничего, можно сверху присыпать сорт и будет тоже вкусно. Мясо уже. Тебе миску давать? Ну я всё так понесу. Ну давай миску. Ну что, я приняла пост. Мясо уже понесли. Сейчас жарю овощи. Всё таки хорошо. Я не знаю откуда его. Вот как наполняет, да, вся эта природа, шашлык, какие-то суматоха. Такая приятная. Вроде бы всё равно сам всё делаешь, да. Там посуду моешь, мясо маринуешь, жаришь, готовишь. Но это намного приятнее делать на природе, возле Днепра, возле бассейна. Класс. Я сгорела. Я беру пинцет. Я вообще взяла, чтобы баксу клещи доставать, если не дай бог присоснуться. Агады. Аккуратно, супер аккуратно. Хорошо. Закусываем. Хорошо. Закусываем. Если что, я буду орать. Закусывай. Вот так вот. Давайте вместе. Поддержим Даню. Наклонись. Так, наклонись. Аккуратно, мне уже больно. Может присвяты чем-то? Может, помоги? Даня, скрюти дублю. Достали. Вот. Вот это жало. Видишь, иголочка торчит? А что ты не кричал? Я не понял. А, ну они фокусировались. Достали. Всё. Как красиво. То ли розовое, то ли оранжевое. Но она по факту розовое в жизни. Такая дымка. А она по камере придает оранжевую. Смотрите. Посмотрите, какая красота. Чудо природы. Там лягушки квакают. прям кричат. И какое здесь небо после заката. Комары, конечно. Ну ладно. Можно потерпеть ради такого. красиво. Это очень красиво. Поехали. Поехали. Поехали.